Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Android and Windows с полезными советами. И сегодня мы с вами поговорим о довольно интересной настройке, которая позволяет экономить заряд батареи. Но, если вы будете неправильно ее использовать, то возможно у вас появятся определенные проблемы на вашем смартфоне. Поэтому сегодня я вам покажу ее, расскажу про нее все и, собственно говоря, вам покажу, какие проблемы она может вызывать. И, возможно, у вас есть такие проблемы и с ее помощью вы сможете их решить. Ребят, перед тем, как мы начнем, уже относительно давно играю в крутую игрушку под названием «Мир кораблей». Ссылка на нее в описании под видео. Скачиваем, устанавливаем на ПК. Абсолютно бесплатно потянут даже среднестатистические ноутбуки и не сильно мощные компьютеры. Просто обалденно. Реально, ну, под водой сражения, на воде сражения, в небе сражения, корабли, самолеты, подводные лодки. Просто класс. Ребят, при регистрации там кучу бонусов еще насыпают. Обалденно. Мы уже там свою команду сколотили. Играем там 12 на 12. Ну, в общем, классно. Особенно после рабочего дня выплеснуть все свои эмоции. Это прям то, что нужно, поверьте. Ссылочка в описании под видео, как уже и сказал. Переходите, регистрируйтесь, играйте. Все абсолютно бесплатно. Итак, ребят, а мы продолжаем. И для того, чтобы попасть в те настройки батареи, про которые я говорил, нам необходимо зайти в Activity Launcher. Я думаю, у всех он уже стоит. Если вдруг у вас его нету, просто в интернете забейте Activity Launcher, скачайте и установите. В принципе, он, по-моему, даже есть в Play Маркете. Итак, запускаем это приложение. Запускаться оно может относительно долго. Все зависит от того, насколько у вас мощный смартфон. Ну, как видите, ему надо просканировать. 447 приложений и настроек. Поэтому придется немножко подождать. Итак, фактически у нас уже все просканировалось и загрузилось. Чуть-чуть уже осталось. Итак, ребята, мы попали с вами в непосредственно меню этого приложения. Что нам нужно сделать? Смотрите, вот здесь вот в поиске пишем режим. Только напишите, пожалуйста, правильно. И после того, как написали слово режим, нажмите пробел. Только тогда совершится правильный поиск. Если вы этого не сделали, у вас эту настройку не найдет. Не потому, что у вас ее нет на смартфоне, а потому, что вы неправильно забили слово и не поставили пробел. После того, как его написали. Смотрите, здесь нам потребуется перейти в настройку режим энергосбережения. Нажимаем. И попадаем вот в такую вот настройку режим энергосбережения. Смотрите. В принципе, первое. Он у всех активируется после того, что сейчас происходит. Он, данный режим будет активирован после того, как заряд батареи снизится менее 90%. Сразу вам скажу. Активируется он таким образом, что вы этого не видите. Нигде вот здесь вот ничего не светится. Абсолютно ничего не происходит и так далее и тому подобное. То есть этот режим просто активируется сам по себе. И все. Что происходит? В режиме энергосбережения включается темная тема, ограничивается и отключаются фоновые процессы, а также некоторые визуальные эффекты, функции и сетевые подключения. Ребята, конечно же, он очень хорошо экономит батарею. Но при этом, как я сказал, у вас могут возникнуть различные проблемы при работе смартфона. Например, может нестабильно начать работать Wi-Fi или интернет. При этом какие-то приложения могут начать вылетать. Кроме того, часто бывает, что вы заходите и темный режим здесь не активирован. Но при этом во всех браузерах и так далее, везде на смартфоне он работает. И вы не можете понять, в чем дело. Как же он включился и как его отключить. Вот именно за вот эти вот фишечки и возможные проблемы и отвечает эта настройка. Смотрите, если у вас все на смартфоне хорошо, никаких проблем вы не замечали, все у вас прекрасно и отлично, то вы ничего не делаете. Просто проверяйте, чтобы эта функция была включена. То есть, отключать при полном заряде, чтобы она была активна. Если же у вас наблюдаются те проблемы, которые я описал, соответственно, вам нужно непосредственно отключить эту функцию. И тогда режим энергосбережения не будет включаться, когда батарея будет разряжаться менее 90%. И все эти проблемы, собственно говоря, исчезнут сами по себе. Так сказать, растворятся в воздухе. Если вдруг у вас остались какие-либо вопросы или вы что-то недопоняли, пишите нам в комментариях под видео, либо в нашу группу ВКонтакте. А я еще раз приглашаю вас поиграть со мной в игру Мир Кораблей, ссылочка на которую в описании под видео. Всем пока, до новых встреч!